Студия «Параллель» представляет Бельгия с высоты птичьего полёта Башня Нотгера возвышается над городом Туином. Это последнее уцелевшее сооружение военных укреплений X века. Этот симпатичный городок провинции Но состоит из двух районов. Один расположен на вершине горы, а другой у её подножья. Жители гордятся красивыми памятниками, такими как здание главпочтамта, находящееся в бывшем аббатстве, и дозорная башня Туина. Она украшена четырьмя колоколенками. Её высота поражает. Башня относится к 1639 году, когда она была колокольней при церкви, которой больше не существует. Жители города Туина известны своей отвагой. Они выдержали множество осад. В 1654 году горожане нанесли сокрушительное поражение армии французского графа Дюраса. Город процветает за счёт большого числа предприятий и торговли. По всей стране славятся его мастера обувной промышленности. Широко известен и кораблестроительный завод. Туин находится на окраине леса на правом берегу Самбры, в которую впадает недалеко от входа в город река Бемеле. Самбра берёт своё начало на севере Франции, у небольшой деревушки Фонтенель. В 1824 году был построен канал между французской границей и Номюром, где Самбра впадает в Маас. В провинции Но 56 километров реки являются судоходными, а в провинции Номюра только 38. На кораблестроительном заводе в Туине строят суда и лодки, которые плавают с 19 века по Самбре, нагруженные древесиной или строительным камнем. На реке сооружены шлюзы, которые позволяют преодолевать различные перепады высоты, встречающиеся на пути судов. Коммуна Лоб расположена на Самбре в трёх километрах ниже по течению от Туина. Здесь находится знаменитое аббатство, основанное в VII веке святым Ланделином. Но от ансамбля уцелели только просторные здания фермы с пивоварней, которая образует в плане величественный четырёхугольник напротив городского вокзала. Между X и XIII веками в аббатстве Лоб находилась самая известная школа на территории современной Бельгии. Типографское дело распространялось Гийомом Кордье, поэтом и первопечатником. Замок ангрессского леса уединился в округе Мэр-Псен-Мари в 10 километрах от Туина. Он был воздвигнут в начале XIX века во владениях рода Ангар. В плане он похож на лошадиную подкову. Внутренний дворик огорожен решёткой. Недалеко находится небольшая ферма из кирпича и известняка. В 1794 году на территории коммунной состоялось сражение при Мэр-Бе. Императорская армия из Орден под командованием Клебера разбила австрийцев на равнине. Замок представляет собой главный корпус, к которому примыкают две башенки. В продолжении к ним располагаются крылья хозяйственных построек. Остроугольные крыши покрыты шифером местного производства. За зданием, богатым ковром, лежит аккуратный газон в тени дубов и берёз старинного ангрессского леса. Внутри квадратного двора сохранилась проезжая дорога в форме окруженности, по которой когда-то ездили кареты и повозки. Замок Пастюр находится в Марбексе, в пригороде Туина. А Лот принадлежал в 17 веке великому математику, жителю Туину, Жанна де Летенте, и перешёл по наследству Людовику Труа, правителю Эно, который построил это здание в середине 19 века. Замок и прилегающие фермерские постройки переходили от одного знатного рода горожан к другому. Ансамбль выстроен вокруг просторного мощенного двора и состоит из фермы, остатков укреплённого замка и жилого особняка. Он окружён красивым ухоженным парком. Сельская коммуна Марбека владеет замечательными пастбищами и землями на границе Льежской области. Из поколения в поколение жители здесь возделывают табак высокого качества. Древний замок Ам-Сюрер окружён парком с оградой длиной 5 километров. Он находится в долине, соседствующей с Туином. Величественный замок был сооружён в 11 веке. Крепость принадлежала многим местным аристократическим семьям, пока не перешла во владение управы Ангиена, а затем управы Мирода на 5 столетий. Позже она была передана коммуне Ам-Сюрер в качестве общинного имущества. В замке находится музей сельской жизни и ремёсл, в котором есть зал замечательной коллекции древнего оружия и геральдики, зал средневекового суда и хорошо сохранившиеся тюремные камеры. Архитектурный стиль неоднократно изменялся в ходе истории, необычно контрастирует со строгим обрамлением красивого парка, под которым проходит тоннель железной дороги Самбры и Мааса. Башня Саламандра возвышается в Бомоне, красивом городке провинции Эно. Название навеяно грациозным расположением башни на холме. Башня – это всё, что осталось от замка, разрушенного Гийомом Оранжским в 1691 году. Город Бомон возник у дороги из Монса в Шиме в 11 веке. Он известен своими фабриками, выпускающими шерстяные ткани, кружева, табак и знаменитое миндальное печенье. Церковь Сен-Жерме возвышается над окрестностями. Это здание построено в строгом классическом стиле из кирпича и известняка. Кажется, что его величественный силуэт парит над вершиной холма. Равнина Бомон хранит память о религиозных войнах. Город захватили испанцы. В 1684 году он перешел в руки к французам. Затем им владели австрийцы в соответствии с соглашением у Трехта. Король Англии Гийом Оранжский завоевал Бомон, разорил его и приказал взорвать местный замок и его укрепление. У дороги между Монсом и Шиме, неподалеку от французской границы, в поместье барона Монтинисен-Кристоф находится ферма из известняка с двумя красивыми башнями в форме пирамидок. Владение расположено на скалистом выступе, у подножия которого течет Ант. Замок неоднократно разрушали. В 1918 году его отреставрировали. В результате образовался жилой корпус прямоугольной формы, украшенный многогранными угловыми башнями. Очень привлекательно выглядит пруд Барбенсона, вдоль которого проходит аллея. В этой коммуне в 1559 году был создан стекольный завод, первый в коммуне Эно. Это небольшое герцогство в четырех километрах от Бомона. Оно было отдано Франции после подписания мирного договора в Немеге, когда Бельгия была присоединена к Голландии. Барбенсон раскинулся на живописной равнине с островками, леса, кустарника и одиночных высоких деревьев. Церковь в готическом стиле посвящена святому Ламберту. Это красивое здание из известняка с тремя нефами и четырьмя верхними галереями. Он как будто плывет, увлекая за собой деревенские домики. В глинистой и богатой известняком равнине Барбенсоны находится карьер, в котором добывают мрамор, хорошо известный под маркой «Мрамор Браэля». 590 миллионов лет назад территория современной Бельгии находилась под водами Теплого моря. Залежи бельгийского мрамора находятся в основном на юге страны. Красота родилась из грязи. То есть из горных пород, которые со временем становились известняком, затем его кристаллическая решетка изменялась и под сильным давлением известняк превращался в мрамор. В этом регионе добыча мрамора процветает в городах Ранс, Фро-Шапель, Шеме и Барбенсон. Известные мастера занимались подборкой мрамора. Они отбирали самые красивые камни для отделки замков, дворцов, соборов. Земли, но богаты историей. Когда на эти земли вторгся Юлий Цезарь со своим войском, здесь проживало племя отважных нервиенов, одного из 24 народов, населявших Бельгию в ту далекую эпоху. Римляне назвали этот район Анонией из-за речки Эн, протекающей по этим землям. Воины Бадагуната смело сражались, но были побеждены. На протяжении средних веков здесь сталкивались воины всех европейских армий. Они оспаривали свое право владеть местными богатствами. Многие замки были уничтожены, как эта средневековая крепость 13 века, возбушающаяся над Барбенсонским прудом. Провинция Эно одна из самых богатых в Бельгии. Металлургия начала развиваться в этом регионе со времен древних римлян. Здесь находятся самые крупные сельские угодья в стране. Уголь и строительный камень, которым украшают исторические памятники, тоже добывают в здешних краях. Операторы Люк Берио, Ив Креме. Монтаж Полин Глиберт. Сценарий Габриэля Пяти. Текст Олена Брессо. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Текст Олена Брессо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова